Во Владивостоке с 1 ноября вводится так называемый дифференцированный тариф. При использовании единой транспортной карты Владивостока пассажир заплатит за проезд 30 рублей, любой банковской картой – 32 рубля, за проезд наличными – 35 рублей. Тариф на проезд в электротранспорте останется прежним. Подход нацелен на удобство пассажиров и снижение физических контактов при расчете наличными. По подсчетам специалистов администрации города, сегодня 90% пассажиров расплачиваются за проезд именно безналичным способом. Таким образом, повышение для таких пассажиров составит от 2 до 4 рублей. Всегда, когда повышаются цены, я наблюдаю, потому что я езжу, что люди больше пешком, ну надо привыкнуть, наверное, да, адаптироваться к цене. Ну и сейчас, сегодня, конечно, цены повышаются на все, и я не вижу в этом смысла, просто меньше будут ездить, скорее всего, особенно в начале. На все уже подорожало, и на продукты питания, и на лекарства, и на транспорт. Я не знаю уже с ума таких. Так уж я часто езжу, чтобы для меня это было слишком. Такая система работает уже во многих городах России. Наличными платить дороже в Тюмени, Казани, Уфе, Ижевске, Самаре, Красноярске и других городах. Но мнения горожан разделились. Многие считают, что прежде чем вводить изменения, стоит поработать над качеством проезда. Вы знаете, мне нравится, что сейчас обновляется таксопарк, вот этот весь автобусный, вроде это как выглядит резонным по днятии цены, да, билета. Но в то же время в районы типа Заря и там вторая речка, насколько я знаю, до сих пор выходят очень некрасивые автобусы, мне неприятно на них ездить, и я не понимаю, за что я буду там платить. Вот. В целом, меня устраивает минимальный контакт, наверное, что нет кондукторов, и я плачу только водителю. Как вам услуги, которые предоставляют общественные транспорты? Чистота, безопасность? Ой, ну, ребят, конечно же, не очень. В первую очередь водители, да? Это ужасно, просто ужасно. То есть, если как бы повышаются тарифы, то, соответственно, надо начинать и с водителей. За общественным транспортом нет никакого контроля, остановки не объявляют, в транспорте грязно. И если на Западе везде электрический транспорт, то у нас непонятно какой. А самое главное, что у нас транспорт ходит не круглосуточно. У нас в 11 часов вы из города просто можете не уехать никуда, кроме такси. Не следят часто за поведением водителей, которые иногда грубят, при мне несколько раз грубили. Бывают случаи, когда, к сожалению, пьяные залезают в автобусы. Есть на чем работать. В администрации еще большой, много работы надо сделать. Стоимость карты составляет 100 рублей. Большинство точек продажи расположены на многих остановочных пунктах города. Также транспортную карту можно приобрести в интернете на сайте 100sp.ru. Там ее стоимость составляет 95 рублей. Кроме возможности рассчитаться за проезд в автобусах, единая транспортная карта действует при оплате в трамвае, троллейбусе и на фуникулере. Пополнить карту можно в терминалах Сбербанка, внеся наличные или в мобильных приложениях Сбербанка и Примсоцбанка. Екатерина Зверева, Анастасия Лихман. Новости на Восьмом.